Юрий Ярошенков Меня зовут Юрий Ярошенков. Я PMO компании Synctools. Я думаю, что сейчас человек три поняли, что такое PMO. Из них, да, они все работают в Synctools. Я сейчас поясню, что это такое. Вообще, я постараюсь сегодня воздерживаться от всяких непонятных заумных аббревиатур. Я буду стараться уменьшить как можно меньше. Есть такое понятие Project Management Office. Может кто-то слышал. Не во всех компаниях он есть. Вот у нас он появился где-то года два назад. То есть, в общем-то, это такая группа людей. Можно сказать, такой юнит, который объединяет в себе менеджеров. В основном, проектных менеджеров. И задача этого юнита заниматься, собственно, обеспечивать проектный менеджмент внутри компании. Проекты все, которые есть в этой компании. И, собственно, развивать практики. И у этого юнита есть, собственно говоря, Head. И вот он обычно называется PM Officer. Собственно, вот там мой roadmap. Крею справа. Занимался раньше разработкой. Потом что-то вот решил стать менеджером. Почему решил стать менеджером? Потому что, по правде говоря, я понял в какой-то момент, что ну, как бы разработчиком я могу быть хорошим, но я не могу быть офигенным разработчиком. Ну, не дано мне. Хотя я там доработал до, там, почти лид разработчика. Но понял, что лучше я попытаюсь стать классным менеджером. Не знаю, насколько это получается. Но там шансов у меня больше, да? Сделать мир лучше, скажем так. Разработка точно не мое призвание. Собственно, вот. Да, и два года я возглавляю этот отдел. И, собственно, занимаюсь вот этим распространением практик по проектному менеджменту компании. Компания Instinct Tools. Зачем мы тут, собственно говоря? Значит, ну, в общем, тема проектного менеджмента, не то чтобы, ну, как мне видится, хорошо, скажем так, была раскрыта. По крайней мере, у нас тут, в нашем IT-комьюнити местном, в Гродинском, да? Да, я думаю, что и в Минском, не знаю, на 10 митапов, посвященных теме конкретно разработки, каким-то решением технических задач, приходится максимум один митап, не относящихся напрямую к implementation, да? А к вопросам около разработки, да? Обслуживающему персоналу, потому что проектные менеджеры, они обслуживают разработку, но они непосредственно не участвуют в ней, как кодер, да? Ну, бывает по-разному, но в основном. И мы тут, собственно, за тем, чтобы наконец-то как-то заговорить об этой теме и, в общем-то, привлечь... Да, то есть тема плохо раскрыта. В общем-то, да, и привлечь внимание людей к тому, что профессия такая существует, она очень востребована. Рынок, собственно, наш айтишный растет, слава богу, развивается, людей нужно все больше разных. Все профессии нужны, все профессии важны, конечно, все-таки разработчики, понятное дело, самые важные люди в этом деле, но и проектные менеджеры тоже нужны, как и другие абсолютно специальности. и, собственно говоря, чего тут греха таить, проект PM и нам нужны, в частности, в нашей компании. Поэтому те из вас, кто, вообще говоря, может быть, подумывает о том, чтобы либо стать проектным менеджером, либо продолжить свою карьеру проектного менеджера в компании SyncTools, то почему бы и нет? И я думаю, что, наверное, в этом зале есть люди, которые пришли сюда в надежде ответить для себя, наверное, на вопрос, могу ли я стать проектным менеджером, что для этого нужно, кто это такой, что нужно, какие скиллы развивать. Я помню, там кто-то спрашивал, что почитать, и так далее. Надо понимать, что сегодня я не буду отвечать на вопрос, как практически. Да, о чем будем говорить? Вот не будем отвечать на вопрос, как. Дело в том, что, ну, этих вопросов, как, очень много. В проектном менеджменте в том числе. Как делать оценку? Как оценить, там, начиная от user story, заканчивая оценкой, там, комплексного, большого приложения? От начала до конца, да? Как проводить стендапы? Как писать письма? Это вообще целая наука. Это очень сложно правильно писать письма. Ну, многие знают. Может, кто не знает, это вам честно говоря. Как заставить разработчика говорить? Да и говорить по-английски тем более. Не бояться говорить заказчикам и так далее. Как замерять velocity? Как организовывать планирование? Очень много как, да? Мы сегодня, я не знаю, может, сейчас половина зала встанет и выйдет, мы не будем об этом говорить. Окей. Извежливости пока посидят, потом потихонечку по одному виду будет выходить. Мы будем говорить сегодня в целом о том, мы будем задавать другие вопросы. Мы будем задавать вопросы. Зачем? Что? И почему? Наверное. Вот. Ну и кто, собственно говоря, да? Мы попытаемся ответить на вот этот вопрос, да? Управление IT-проектом. Что это такое? Насколько вообще эта тема развита научно, скажем так? Я могу сказать, что, в принципе, гораздо менее развита научно, чем разработка. Но, тем не менее, хорошие попытки и очень хорошие попытки все больше и больше предпринимаются. Один PM-бок что стоит, да? А не говоря уже о разных там agile-фреймворках, всяких там штабируемых типа сейфа и так далее. Но все-таки, несмотря на это, я лично считаю, что пока еще, по крайней мере, проекты делают люди, да? И делают личности. И роль личности в проектном менеджменте особенно важна. Поэтому о какой именно личности мы чуть позже поговорим. И, отвечая на вопрос, наука это или искусство, все-таки это и то, и другое. Но знаете, что такое вообще искусство? Что такое вообще мастер? Это просто, ну, это талантливый человек, но который вот отточил свое мастерство вот опытом, да? И труда догорел. Зачем нужен менеджер в проекте вообще? Мы попытаемся ответить на этот вопрос. Может, мы его найдем вообще? Есть там три Васи там с лопатой, вот они все сделают. Да? Не нужен им бригадир никакой. Какие есть роли в проекте в менеджменте? Да. Потому что, вообще говоря, я, может, сейчас сделаю какое-то открытие, если скажу, что проектный менеджер – это не проектная роль. Ну, в основном, иногда есть такая роль проектный менеджер. Проектный менеджер – это, в общем-то, призвание, это профессия. Да, это как вот есть разработчик, но он может быть в проекте, он может быть, скажем, solution-архитект, да? В другом проекте он просто там senior java dev, в третьем он middle ruby dev, да? То есть роли разом, но он разработчик. То есть так же, как проектный менеджер, он может быть скармастером, он может быть delivery manager, он может быть просто проектный координатор, фасилитар, кто угодно. Мы про роли еще поговорили, но проектный менеджер – это не проектная роль. Карьерный путь, да? Мы попытаемся рассмотреть, а как же стать PM вообще, как ими становятся, там, рождаются, не рождаются, кто эти люди вообще, откуда они берутся, да? То есть как до него дорасти, может, не надо дорасти, может, можно сразу стать проектным менеджером. Вот. Будем говорить об этом. Будем говорить о том, что важно в проектном менеджменте, в проектном менеджменте. Что важно вообще и, соответственно, что для этого нужно. Мы определим, какие вещи важны, а потом мы постараемся определить, как эти вещи достигнуть. Про мотивацию поговорим немножко. Всякую мотивацию, в том числе денежную. Про зарплату поговорим чуть-чуть, возможно, это интересная тема. Вот. Но поговорим намеренно в самом конце. Те, кто досидят, те получат бонус, да. И о бонусах в том числе мы поговорим. Чуть-чуть. Ну и как продать PM. Я не знаю, есть идут сайлы, вот в этом зале. Не знаю, так слабо могу определить. Скорее они там слева где-то, вот здесь вот где-то скорее, мне кажется. Да? Вот. Как продать PM, собственно говоря. Ну вот эти темы мы постараемся раскрыть, стараемся успеть. Да? Может, уже какие-то вопросы появились? Нет? Хорошо. Поехали. А зачем вообще нужен менеджер разработки софта? Скажите честно, вот есть ли среди, значит, людей, сидящих здесь, люди, которые считают, что... можно обойтись. Ну то есть не то, чтобы можно обойтись. Понятно, что иногда можно обойтись. Но в целом нет людей, которые считают, что это драмоеды, пишут себе какие-то писюрки, отчеты, ничего не делают, деньги получают. Нафиг их. Нафиг их. Есть такие? Нафиг их зависит. Что что? На человека зависит. Это тоже может быть. Ну, в целом нет такого, да, вот прям вот убеждения. Нафиг надо. Иногда не нафиг надо. Вот. Ну вот, да. Про иногда, да, все верно. Значит, смотрите, дело в том, что, на самом деле, я вам хотел притчу рассказать одну, но я не буду ее рассказывать. Потому что ее некому рассказывать, здесь все считают, что менеджер нужен. Ну, раз нужен, значит, ты без притчи обойтись. Смелых не нашлось. Допустим, есть. Вот. Окей, расскажу вам историю. Это правдивая история. И, возможно, кто-то из нас догадается, о ком эта история. Эта история о моем хорошем знакомом. Он сейчас работает в компании Google. Там, в Калифорнии. Если бы. Вот. Когда-то мы работали с ним вместе, работали в паре. Когда были разработчики, ну, то есть он по-прежнему разработчик, когда я был еще разработчиком. И, значит, он долго работал на Sting Tools, ушел. И работал на стартапах, самых разных интересных стартапах. Я не буду называть названия, но вы, возможно, как-то косвенно догадаетесь. И этот человек такой весь вот такой прожженный девелопер. Он просто весь такой, ну, ходячий, просто вот, ну, то есть человек, который вот идет, там, не знаю, там, наливает кофе и прямо вот решает сложные математические задачи в голове. Ну, просто вот такой классический персонаж. И он всегда недолюбливал менеджеров. И он уехал в Минск, там работал на разных стартапах, как-то мы с ним встретились, там, за рюмкой этого, чего-то там, кофе, кажется. Вот. И он рассказывал про ситуацию на его стартапе, на тот момент, на котором он работал, на последнем стартапе, после которого его карьерный путь ушел за океаном. Он поделился своей болью, что ли, говорит, вот у нас было, вот у нас здесь человек, команда, вот, вот все было хорошо, пока не приперся менеджер. Зачем это? Поставили менеджера нам. И вот, он все испортил за раз. Что конкретно он испортил, он там сильно уже, там, я уже не стал узнавать. Но через три месяца этот стартап купила компания Google. Об этой сделке, я думаю, многие слышали. Купила, видимо, очень хорошо. И всех разработчиков, кто работал на этом стартапе, забрала к себе. Ну, кто хотел. Не все поехали. Кто хотел, тот уехал. Собственно, результат, да? Пришел менеджер и монетизировал весь этот балаган замечательных разработчиков, которые там девелопили себе. В итоге это все привело к тому, что все это успешно закончилось для бизнеса, да? Было хорошо разработчиком, стало хорошо для бизнеса, когда пришел менеджер. Вот такая притча. Вообще, собственно, зачем нужен менеджер? Для того, чтобы ответить на вопрос, зачем нужен менеджер, нужно понять, какие функции он выполняет. Функций, на самом деле, довольно много. Вот я тут просто накидываю, да, разные кейворды. Ожидание имеется в виду работа с ожиданиями заказчика, с ожиданиями команды, с ожиданиями силов, кого угодно, да? Работа с ожиданиями, в целом, это важная, неотъемлемая функция работы проектного менеджера. Коммуникация, тут, по-моему, все понятно. Software Development Lifecycle, я обещал без аббриатур, но вот это последнее, вот честно. Ну, не предпоследнее. Да, обеспечить нужно, поставить этот процесс и как-то обеспечить. Работа с рисками, да, риск менеджмент, никто не отменял. Цели, да, нужно постоянно всех выравнивать по целям. Ребята, что мы тут вообще сидим, что мы тут стоим, что мы тут, куда идем, да, что делаем? Почему мы должны делать вот это или вот это, или зачем? Всегда нужно всех выравнивать по цели, потому что у любого процесса… Вообще, менеджмент – это что? Мне не нравится, когда это переводят в слово «управление», это не совсем правильный период. Я уверен, что в русском языке есть верное слово, может быть, обеспечение, я не знаю. В общем, менеджмент – это когда есть группа людей, которые идут вот куда-то с какой-то целью, что-то делают с какой-то целью. И вот появляется менеджмент, он может быть обеспечен группой, это не обязательно один человек, да. И сейчас вот, особенно в последнее время, очень модно, значит, говорить о так называемых self-organized teams, то есть группа людей, которые работают вообще без менеджеров, без там сверху какого-то дяди, который им как-то указывает, что и как делать. И, в общем-то, в некоторых отраслях существуют целые компании, которые вот успешно развиваются вот по этой модели. Но в IT-сфере как-то вот пока без менеджера все плохо, ну, может, не везде, но в основном. И на самом деле представление неправильное, то есть это не тот человек, который что-то директивно кому-то говорит. Ведь, ну, менеджер можно по-разному, да, можно просто создавать условия. Дальше. Работа с командой. Фасилитация. Фасилитация тоже такое слово, в последнее время еще модное. Опять же, может быть, не все знают там четкого определения, что это такое. Ну, фасилитация – это когда вот у вас есть группа людей, да, и вам нужно, чтобы эта группа людей вот как-то сообща, да, вместе решали какой-то вопрос. Да, например, спорили о чем-то, решение какое-то принимали. И очень часто, когда в группе это происходит, очень сложно, потому что у всех свои, у всех свои какие-то мысли, у всех свои мнения, и как-то их вот с мержить очень сложно бывает, да. И это задача фасилитатора – обеспечить вот этот мерж, да, поиск оптимального решения, которое удовлетворяет всех. Это тоже задача беджбунта. Оценки. Ну, в общем, тут очень-очень-очень много всего, да, функций довольно много. Лояльность. Лояльность. Имеется в виду лояльность, наверное, к компании, потому что когда разработчики… То есть это одна из функций проекта-менеджера в том числе, вот эта лояльность. То есть он сам должен быть лояльнее компании, конечно же, и он эту лояльность должен нести в массу, скажем так. Да? Я проповедую. Функций, короче, много. Теперь давайте поговорим о ролях и о факторах, которые определяют роль PM на проекте. Значит, понятно, что PM бывают разные, как я уже сказал, роли бывают разные. Значит, что определяет, какую роль будет занимать в аутсорсе, то есть… Основная разница какая? Почему вот… Почему название нашей беседы сегодня именно… Кто такой PM в аутсорсинге, да? Потому что в аутсорсинге в основном есть заказчик, да, который диктует как-то свои правила. И это, с одной стороны, облегчает, а с другой стороны, сильно усложняет задачу проектного менеджера. В продуктовой разработке там все немножко по-другому. Там нет конкретного заказчика. Ну, то есть заказчик – это компания твоя, но там все проще, в смысле. И вот две основные разницы – это когда разработка, которую вам заказывают, заказчик у вас заказывает, она полностью на вашей стороне, либо она частично на вашей стороне, а там в основном она на стороне заказчика, или там наполовину, по-разному, да? И вот вообще, соответственно, роль, который определяет… фактор, который определяет, какую роль будет занимать в клиентном проекте, один из основных – это вот level of responsibility. То есть ответственность. Какую мы несем ответственность за конечный результат? То есть если разработка полностью у нас, мы целиком и полностью ответственны за этот результат. Если мы делаем, пилим только какой-то модуль, и вообще говоря, у нас купили разработчиков там на тайме материал, пожалуйста, пусть вот копают отсюда там до обеда, и нам все равно, да, то есть это совершенно другой level of responsibility, да, за конечный результат. Где мы в цепочке заказов, соответственно, и на чей стороне организован software developed lifecycle? По поводу цепочки, да, чем ближе мы к конечному клиенту, который будет пользоваться, в общем-то, этим софтом, который мы сейчас делаем, да, тем больше responsibility у нас. Тем дальше мы, соответственно, тем меньше responsibility. Что еще влияет? Level of competence, собственно говоря, уровень компетенции самого PM, во-первых, а во-вторых, экспертов наших, которых мы продали на этот проект. И тут бывает по-разному. То есть если мы продали джунов по цене сеньоров, то здесь нужен компетентный PM, чтобы все было хорошо в итоге. А если мы продали сеньоров по цене с женой, то здесь PM, может, даже вообще не нужен. Или такое, ну, попроще, да? Что еще важно? Size, да. Размер в этом случае имеет значение. То есть различность от размера команд или их, может быть, несколько нужно менеджить. И product type. Что продаем вообще? Мы продаем разработчиков или мы продаем разработку, да? От того, что мы продаем, тоже сильно зависит, какие функции будет делать, выполнять проекты и менеджерные проекты. Давайте теперь про роли поговорим. Да, начнем от PM-ассистемы. Это, наверное, первая, самая простая роль. Она еще довольно молодая, эта роль, она в том числе у нас внедряется, вот недавно внедрена. Внедрена, кстати, весьма успешно и продолжает внедряться. То есть что-то такое, это просто когда начинающий PM для того, чтобы ему получить опыт, он подсаживается к опытному PM, является его ассистентом. И с одной стороны он, поскольку внутри процесса находится, он видит все, как происходит, как делает опытный, да? То есть смотри, говорит, меня и учись, делай, делай, как папа, да? Вот, наматывай на ус. А с другой стороны разгружает PM, какие-то задачи ему делегируется и помогает. То есть такая вин-вин ситуация. Таким образом, этот ассистент потихонечку, сначала ассистируя, потом, возможно, как-то вот двигаясь по своей лестнице, он получает проекты уже в самостоятельное управление. Чаще всего PM-ассистент, да не чаще всего, он всегда, он не продается, как какая-то биллибл единица клиента. То есть он такая, дополнительная опция. Project Mentor. Что такое Project Mentor? Значит, это вот недаром здесь, я такую картинку подобрал, да, вот мы тут видим команду каких, значит, опытных мужиков, видимо, вот в этой игре, да? И дядька что-то там наставляет, как-то их учит. На самом деле Project Mentor, это когда мы, у нас есть команда разработчиков, и их не нужно менеджить. Их менеджат уже там. Но должен быть ментор, человек, который будет следить, чтобы Петя пришел на работу вовремя, чтобы он не опоздал на митинг, чтобы он точно понял, что ему кастомер сказал. Проконтролировать, чтобы они действительно шли вовремя там по спринту и выполняли свои запланированные задачи. Если просто такой человек, который вот наблюдает, контролирует, такой контролер. Надзиратель, да? Что? Надзиратель. Надзиратель, можно так сказать. Он занимается ПМ с той стороны. ПМ с той стороны управляет процессом разработки. То есть он обеспечивает весь life cycle, он отвечает, собственно, за основные моменты. А вот этот надзиратель, он зачем нужен? Дело в том, что мы ведь сидим где-то здесь, грубо говоря, в Беларуси, где-то в Гродно, например, а ПМ со стороны заказчика сидит где-то в Бостоне. Да? У нас есть там 7-8 часовая разница во времени. У нас есть языковые барьеры, культурные барьеры. И мы... Просто может быть ситуация, когда, естественно, эти ребята наши, которые работают на этом проекте, они участвуют в митингах с клиентом, они читают письма. Все. Они там получают задачи, приходят запланированные задачи сверху. То есть мы в этом планировании не участвуем, да? Мы не участвуем в приоритетизации и так далее. Но важно, чтобы эта команда, которая здесь находится, далеко, да, от клиента, она действительно делала то, что нужно. И этот человек, проектментор, он обеспечивает это. Его задача это обеспечить, да? То есть он представляет интересы клиента здесь, на нашей стороне. Интересы этого проектного менеджера с той стороны. То есть он такой, как бы, Proxy PM. Или еще называют On-Site PM. Не всегда это billable, роль. Если, вот это сейла на заметку. Хорошие сейлы умеют продавать менторов, в том числе, и умеют убедить клиента в том, что важно иметь такого человека у себя на стороне здесь. Дальше Proxy PM координатор. Это вот уже как раз про организацию. То есть когда нужно координировать что-то между кем-то. Это связанные вещи. Вот ментор, он иногда и координатор тоже, да? Например, есть несколько вендоров, которые выполняют там общие задачи в проекте, и их нужно как-то координировать. Разработчиков с заказчиком. Нужно координировать там, не знаю, тестировщиков с девопсниками и так далее. Координатор. Чаще всего чистого координатора нет. Чаще всего это связка. PM-ассистент плюс координатор. Project Mentor плюс координатор. Фасилитатор. Ну вот я уже говорил только фасилитатор. Редко, опять же, на проекте бывает чистый фасилитатор. Вот я фасилитатор, я больше ничего не делаю. Ну, такое бывает редко. Значит, Delivery Manager Production Level. Значит, вообще говорят, что такое Delivery Manager? Это очень сложный вопрос. На Википедии нет определения Delivery Manager. Почему? Да, потому что никто не знает, что это такое. Ну, то есть, все знают, что это такое, но все по-разному. Да? Но, тем не менее, с большего есть две основные версии. Как переводится это понятие, да? То есть, Delivery Manager в узком смысле и Delivery Manager в широком смысле. Значит, в узком смысле это на Production Level. То есть, это человек, который, в общем-то, получает, там, определенные задачи, требования, и вот он обеспечивает процесс разработки. От начала до конца. Это чисто на Production Level, чувак. Это не из бизнеса человек, абсолютно. Он не знает, в общем-то, там, может быть, целей бизнеса. Он не знаком, там, может быть, там, лично с заказчиком и так далее. Но его задача, вот есть требования, вот есть сроки. Да? Обеспечить. Скромастер. Ну, тут, наверное, все знают, что такое скромастер. На самом деле, при всей, казалось бы, там, может быть, на первый взгляд, легкости, там, несложности этой роли, реально, хороших скромастеров очень мало. И правильный скромастер. Потому что скромастер, это, конечно, человек, который, вот прям, досконально знает, как работает скром-фреймворк, и очень так ревно соследит за выполнением всех процессов в соответствии с этим фреймворком. Чаще всего скромастер просто номинальным, так называется. У нас якобы скром, но на самом деле, что подобное. Ну, и delivery manager business level. То есть, это человек, ну, это на уровне value stream-off, это на уровне solution-ов, это уже в больших, очень больших корпорациях, компаниях. И эти роли чаще всего занимают люди все-таки, эта роль редко outsourcers, скажем так. Вот теперь, наверное, интересно начинается наконец-то, да? Нет? Еще не начинается? Карея roadmap. Значит, как стать проектным менеджером? Обычно, да? Как это происходит? Значит, вообще, ну, то есть, понятно, что... Да, я, наверное, не сказал соначально. То, что я говорю здесь, вот, все, что я говорю, это все, вот, моя, вот, собственная дурь, да? То есть, ну... Отсыпь. Что? Отсыпь. Да. Я вам отсыпаю, как бы, а вы, как говорится, ну, верьте, хотите верьте, хотите нет. То есть, это мой own experience, да? Это, это нигде, я не стырил никаких источников, да? Поэтому, то есть, это все моя personal opinion. Можете не соглашаться. Но, вот, по моему опыту, это происходит обычно так. Блин, а я все записываю. И в мусорку. Значит, career roadmap. Кстати, видео записывается, то есть, можешь написать. Значит, вот, смотрите. Есть классическая, стереотипная, стереотипная, почему я называю стереотипная, потому что в многих головах сидит, скажем так, в олдскульных людей, вот, представление о том, что roadmap пьема выглядит как-то так. Чтобы стать проектным менеджером, нужно, так сказать, хлебнуть, там, пуд соли, да, там, съесть, вот, чтобы, там, в разработке вырасти, значит, вот, в какого-то лида, и потом уже, подумав и решив, решить, ну, наверное, ладно, чего ж там, поуправляю теперь чуть-чуть, да? На самом деле, то есть, те проектные менеджеры, которым сейчас, там, 35 и выше лет, это, не знаю, 90% вот они, вот, в этот roadmap пришли. Потому что раньше вообще не представляю, ну, как, как ты можешь управлять проектом, если ты, если ты не знаешь, собственно, изнутри, как разработка, что у нас состоит, как она делается, какие там есть сложности. Вот, на самом деле, все зависит от того, чего мы требуем от проектного менеджера, и все зависит от ситуации. Вот есть альтернативный, альтернативный путь, да, там, значит, QA, но, на самом деле, можно заменить на BA тоже, да. То есть, тестировщики, на самом деле, очень часто вырастают в проектных менеджеров, точно так же такие аналитики. То есть, тоже довольно популярный roadmap. Я думаю, что многие из вас встречали таких людей, может быть, ими являетесь кто-то. Ну, я точно знаю, что вот те, кто слева, тут точно есть такие люди, вот. И есть еще один roadmap, он набирает популярность в последнее время. Вот он. А почему бы и нет? Почему бы сразу не вскочить на этот путь, да, и сразу начать свою карьеру в IT, именно с задачей менеджера? Чаще всего эти люди стартуют с роли, вот именно PM-ассист, потихонечку, потихонечку, начинают понимать, какие-то сложности, начинают правильные вопросы задавать, начинают в правильных местах сомневаться, это очень важное качество. И потихонечку, вот, нарабатывая опыт, через, там, 5-10 лет доходит до серьезных проектов менеджеров. Хотя, бэкграунд не имеют. Если честно, вот, людей, которые совсем без бэкграунда пришли в IT, без всякого бэкграунда, и выросли в PMB, да, я пока таких еще не встречал. Но я, вот, вот, это моя гипотеза, да, что, вот, это можно, можно вырасти через 5-10 лет. Я встречал тех, кто дорос до сеньоров, вот их я встречал, я даже с ними работаю, вот. А, ну, лиды, вполне себе, очень даже может быть. Ну, вот, как-то в среднем так обычно, да, PM становится, ну, то есть, PM-ом. Поехали дальше. О важных вещах поговорим. Значит, что для менеджмента эффективного важно? На мой взгляд, это раньше. Значит, первое. Значит, там будет 3 основных пункта. Их, на самом деле, там, не знаю, 100-3, но я пытался сжать их, схлопнуть. Вот, 3 самые важные, на мой взгляд, да. Значит, первое, это задавать вопросы. Значит, PM должен задавать вопросы. Всегда. Он должен задавать вопросы себе, он должен задавать вопросы команде, заказчику, всем стейкхолдерам. Какие конкретно вопросы он должен задавать? Значит, самый главный вопрос, который должен задавать, да, ну, правильные вопросы, правильное время, это очень важно. Потому что все время задавать вопросы, постоянные, да, то есть, как бы, тоже немножко так себе эффективно. Их нужно задавать правильное время, и они должны быть правильными, эти вопросы. А это приходит с опытом. Это не сразу, конечно. Первый вопрос, зачем? Самый главный вопрос. Сейчас много лирики. Вообще, я считаю, что этот вопрос, ну, не так часто, может быть, ну, мы задумываемся о том, насколько важен этот вопрос. И, а этот вопрос, тем не менее, он, на мой взгляд, сверху пирамиды, и нужно начинать с него всегда. Зачем? У вопроса, зачем, есть несколько уровней. Первый уровень, самый главный, это зачем я, зачем я работаю вообще, зачем я живу, зачем я каждое утро встаю, там, везу, иду на работу, да? Для чего это, какая моя цель? Куда я иду? Вот мой, там, парказ, в море, там, в океане, других кораблей, да? Куда я плыву вообще? И знаю ли я, и задаю ли я себе такой вопрос? Второй уровень вопроса, зачем? Это компания, в которой я работаю, она про что? Она зачем? Зачем она существует? Какие ее стратегические цели? Есть ли у нее вообще стратегические цели? И сходится ли мой ответ на вопрос, зачем я существую, да? Я работаю в целом. Куда я иду? С тем, куда идет компания. Это важно, чтобы это совпадало, коррелировалось. Третий вопрос, зачем? Это зачем проект? Не просто, вот, вам задачи делайте. Нужно понимать, зачем мы это делаем. Понимает ли это кастомер? И понимаем ли мы, зачем проект? Ну и четвертый уровень, это зачем я делаю что-то сейчас? Зачем я вот сейчас решил поговорить one-on-one с этим человеком? Зачем я пишу это письмо? Мне точно надо это сделать? И когда мы отвечаем на вопрос, зачем, вот, в оперативном уровне, да? Мы всегда это пронизываем через уровни тактические и стратегические. Зачем я пишу письмо? Хорошо, а зачем проект? Да? Это соотносится с целями проекта? Проект соотносится с целями компании? Телекомпании соотносится с моими целями, да? Вот мы всегда снизу вверх должны это пронизывать. Мы должны приучить себя это делать. На самом деле, когда вы научите себя это делать, ваше решение, которое вы в итоге принимаете в вашей повседневной жизни, в проектной деятельности особенно, чаще они правильны, чем неправильны. Следующий важный вопрос, это вопрос что? Опытный проектный менеджер всегда должен задавать, ну то есть опытный обычно должен как минимум несколько опций иметь, и лучше знать, что нужно делать сейчас в данный момент. Вот что сейчас, куда идем, что сегодня делаем, и что лично мне нужно сейчас сделать, как менеджеру, что нужно сделать команде. И, собственно говоря, что делать сейчас, и что мы будем делать хотя бы завтра, а лучше, что мы будем делать еще через неделю на этом проекте, или там более долгие сроки, да? Следующий вопрос, почему? Третий важный вопрос, больше их не будет, честно. Вот, это последний важный вопрос. На самом деле важных вопросов много, но это вот последний, потому что, ну, важно. Почему? Вот сначала мы говорим, что мы будем делать, такие мы определили, что мы будем делать, а потом надо спросить, а почему мы это будем делать, да? Это про аргументы, про опции, которые у нас есть. У нас всегда должно быть несколько опций. Мы всегда должны подумать, мы точно правильно делаем, почему мы вот это решение приняли сейчас, почему мы выбрали эту архитектуру, почему мы там хотим, и почему я сейчас хочу вообще там нахамить этому человеку. То есть, может быть, есть другие опции, да? Может быть, можно как-то, там, не знаю, 10 раз присесть, там, минуту подождать, и будет лучше в итоге. То есть, менеджер должен всегда любой вопрос, на любой вопрос иметь несколько вариантов ответов. И когда я говорю, он должен эти вопросы задавать, имеется в виду, он действительно их должен задавать. Он не обязан знать ответы на эти вопросы, но менеджер всегда должен их задавать. Либо себе, и у него есть ответ, он отвечает. Либо, если у него нет ответа, он спрашивает у команды. Или у кастомера и так далее. Вторая важная штука. А зачем важно вот эти три вопроса задавать? Еще раз, я что-то сейчас объяснял? Нет, почему важно эти три вопроса задавать? Именно эти три вопроса. Почему вообще важно? Ну, вопрос зачем важно, потому что... Почему эти в топе? Почему эти в топе? Хорошо, какие еще вопросы важные, которые я не поместил в топ? Не-не-не, не важно. Почему нужно пьему задавать вопрос? Для чего он это делает? Для чего? Потому что, когда пьему задает вопрос, если ты не задашь вопрос, то у тебя нет ответа. То есть, бывает, что ты принимаешь какое-то решение, интуитивно, например, поторопившись. Бывает, что ты, вы когда, например, оценку делаете, с командой вместе, вы, основываясь на каких-то вашем, на каком-то опыте, возможно, делаете что-то на автомате, по шаблону. Если не задать вопрос, а какие есть у нас здесь краевые случаи, какие у нас могут быть проблемы вот в этом месте, какие у нас могут... Где мы можем подвинуться, сделать дешевле кастомеру, и так далее. Разработчики очень часто не задают этих вопросов. Менеджер должен этими вопросами стимулировать их мыслить, да? И тем самым, когда ты задаешь вопрос, иногда даже, в общем-то, самый такой, ну, то есть, казалось бы, очевидный, но начинаешь думать, и оказывается, что нет, не очевидно. Есть разные опции. И если не задать вопросы, то можно поторопившись принять решение, которое неоптимальное. Задая вопросы, у нас больше шансов найти оптимальное решение. Ну, то есть, я из того ответа услышал первое, это самонаживно, чтобы понимать самому ситуацию, то есть, вокруг, юз, фасилитировать и помогать. Ну, это вот вопрос, что? Это вот вопрос, что? Да, он должен понимать, что сейчас делать, и что мы будем делать позже. Вторая очень важная штука – это communication skills. Значит, ну, на самом деле, это штука, которая, ну, с одной стороны, очень банальна, да, а с другой стороны, это действительно важно, потому что здесь, кстати, слоган у меня есть к этому, да, используй язык правильно, потому что, ну, во-первых, английский язык, да, часто мы, практически всегда, наши заказчики – это люди по ту сторону границы, скажем так, и нам приходится общаться на английском. Вообще, communication – это ведь не только про умение говорить, communication – это еще про умение слушать и понимать людей. Понимать не то, там, не лингвистически, да, не смысл даже понимать, а понимать чувства человека, да, его какие-то, его ожидания, его намерения. Это все, это все относится к communication skills. И для проекта менеджера это очень важно. Если у вас нету, скажем так, этих скиллов, они у вас не развиты, то вряд ли получится эффективно управлять проектами. WorldSource, по крайней мере. И третья важная штука – это лидерство. Все-таки важно быть смелым человеком, и если вы ведете… То есть лидерство – это что? Это когда за вами идут люди. Куда-то. Не обязательно вы указываете, куда идти. Можно по-другому решать это. Можно просто создавать вот такую атмосферу, они будут сами знать, куда идут. И здесь, конечно, очень важно, все-таки смелость – это относится к этому вопросу, потому что если вы чего-то не боитесь, если вы принимаете на себя ответственность, то это уверенности придает всем, команде в том числе. Понятно, что существует очень много еще других важных моментов, которые здесь я не упомянул, но на это не хватит никакого эфирного времени, поэтому вот это, на мой взгляд, основное. А теперь давайте попробуем разобраться с тем, как достичь этого. Как-то учиться задавать вопросы правильные, иметь на них ответы, как быть лидером, и что нужно для хороших коммуникаций. Что означает, что у меня хороший коммуникейшн скилл? Что это значит? Первое. Значит, конечно, нужен опыт в разработке. Когда я говорил «опыт в разработке», я не имею в виду непосредственно кодинг. Да, это может быть любой опыт. Это может быть опыт тестирования, опыт аналитики, опыт пиеллинга, но чем больше у вас опыта… А для этого нужно это для кого? У вас это первое, второе или третье? Для всех. Для всех? Ну, в основном для первого. Опыт, прежде всего, важен, как правильно отметил коллега, для первого вопроса. Для первого, для первого важного скилла – задавать вопросы. Потому что когда у вас есть опыт, вы знаете, когда и где нужно знать вопрос. Какой вопрос. Следующая важная штука – это чутье. Опять же, это связано с опытом. В этом смысле хорошие шансы… То есть, тут выгодно смотрятся тестировщики, потому что у них в основном… Эта штука хорошо развита. То есть, они, как бы, с одним местом чуют, где пахнет жареным, и когда там что стоит подпинять приятно. То есть, такие вещи, как просто сомневаться во всем, все подвергать сомнению и иметь какую-то интуицию – это вот это сюда. Критическое мышление. Да. Аналитическое, критическое мышление. Это те самые вопросы, о которых я говорил. Зачем? Что? Почему? Точно? Уверен? Да. То есть, мы всегда должны в голове, знаете, как шахматист, на несколько шагов вперед, пробовать, что может произойти. Уметь говорить – это уже было сказано, и уметь слушать. Это очень важный скилл, который есть у всех. Уметь слушать и уметь слышать другого человека. И, конечно, мы немножко позже… Еще одна из важных вещей – это эмоциональный интеллект, это тоже немножко в эту тему. стараться понимать человека, который вот по ту сторону общения. Дать ему шанс вообще что-то сказать, но начало. Быть смелым, да? Мы уже говорили об этом. Быть уверенным в себе. Пытаться всегда что-то делать. Не бояться рисковать, не бояться разговаривать, не бояться показаться глупым, не бояться показаться непрофессиональным. Потому что если вы будете бояться, то вы останетесь непрофессионалом. Те, кто не допускает ошибок, они ничего не делают. То есть невозможно что-то добиться, не допустив ошибки. На ошибках учиться. Эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это о том, что… Это вот как раз про понимание других людей. Когда ты контролируешь свои эмоции, и вот даже когда они тебя захлестывают, всегда подозреваешь себе вопрос. А что чувствует этот человек в этот момент? В команде, в клиент, какие у него интересы? И в этом смысле, да, вот следующий пункт – Art of the Balance. Реальный менеджмент – это искусство баланса. Потому что стейкхолдеров у вас обычно очень много. Да? Клиент, заказчик, сейлы, групп лиды, какие-то субподрядчики, компания, у которой вы работаете. У всех свои какие-то интересы. Вы должны удовлетворять интересы всех. И для этого очень важно понимать людей и балансировать среди этих интересов. Теперь проанализировав, то есть вот как бы то, что было до этого, это было дано. То есть вот есть такие важные моменты для менеджмента. Есть такие важные софт-скиллы, которые мы определили только что, для того, чтобы эти важные задачи успешно выполнять. А теперь давайте же оценим, подумаем. Вот вы работаете в IT кем-то, например. Какие шансы у вас максимальные, да? У кого больше шансов стать успешным, эффективным менеджером? Еще раз, эффективный менеджер это эффективный менеджер это тот, кто вот выполняет успешно те три первые функции, которые мы определим. Важно, да? Взывать вопросы правильные вовремя. Good communication skills. Leadership. Наибольшие шансы, вот если взять десять человек, десять человек, принадлежащих одной какой-то профессии, да? Сколько из этих десяти максимально будут хорошим пьемом? На первом месте, как непарадоксально может быть, не знаю, звучать, это тестировщик. Почему тестировщик? Потому что из всех перечисленных софт-скиллов, которые там важны для пьемингов, у него есть почти все. У него может быть проблема с фидешек, и у него могут быть проблемы с communication skills, в принципе, все остальное присутствует. Чаще всего действительно вот это показывает, что тестировщики, дошедшие до, ну, то есть, съевшие собаку, скажем так, на ниве, именно на почве именно тестирования, разные сложности проектов, они в итоге вырастают в хороших пьемах. То есть, они с одной стороны, да, у них нет бэграунда непосредственно кодинга, но у них технический бэграунд то есть, потому что они изнутри очень хорошо знают процессы. На втором месте аналитик, потому что у него как раз-таки все хорошо с лидершип, у него, ну, чаще всего, у него все хорошо с communication skills, у него там чуть похуже с пониманием непосредственно процессов разработки, но в целом очень часто из аналитиков, опытных аналитиков получаются хорошие пьемы, или даже наоборот. Хотя, профессии, в общем-то, разные. На третьем месте пьемы, то есть, как пьемы? Ну, то есть, как пьемы, может стать пьемой? Он же уже пьем. Имеется в виду эффективным пьемом. Как стать эффективным пьемом? Имеется в виду, что если ты пьемы, пока еще неэффективный, но ты уже пьем. То есть, ты начинающий пьем. Ты начал в своей памяти роудмап третий тип роудмапа, когда ты начал как начинающий пьем. В итоге дороже. Вот у тебя вот шанс есть. Ну, и на последнем месте разработчик. Почему? Да? Вы спросите. На самом деле, все-таки надо отметить, что все-таки самые крутые, наверное, и эффективные менеджеры, это все-таки те, кто имеет технический бэкграунд именно в разработке. Но дело в том, что это очень редко. Из десяти разработчиков два имеют good communication skills, три несут, четыре в лучшем случае имеют leadership какие-то, да, и так далее. То есть это интроверты по большему счету и люди, которым чуждый менеджмент вообще. Они хейтят этих менеджеров и никогда не хотят ими становиться. Поэтому вырастить пьема из разработчика сложно в том смысле, что мало таких разработчиков, которые хотят, во-первых, стать пьемами, которые могут им стать. Но если уже такой нашелся, то чаще всего это хороший менеджер. это статистика моего опыта. Не только моей компании, моего опыта. И выводов, которые мы собственно... Ну то есть мы как? Мы сформулировали какую-то гипотезу на самом деле на основании того, о чем мы до этого говорили. Что-что? И много это тестировщиков, которые захотели стать пьемами? Захотели стать пьемами? Да, по сравнению с работчиками. Ну, наша компания это два человека, из разработчиков один. Ну, именно в пьемов, в моем офисе. Я имею в виду... Ну то есть у нас в компании есть разработчики, которые, знаете, в переходный период, вот у них сейчас такой пубертатный что ли период у этих разработчиков, они вот еще, знаете, вот ты девелопишь и в какой-то момент ты начинаешь думать, ну окей, вот у меня вот сейчас раздваивается дорога моя, мне идти дальше чисто по технической ветке, да, все-таки продолжают, там, architecting, да, и так далее, либо все-таки в проект менеджмент. И очень часто люди, которые находятся вот, 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 где-то рядом вот с этим решением, 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 но я думаю, что один из них точно мой клиент, вот, а второй пока не знаю. Но, если это же не показывает в целом, что разработчиков на последнем месте, просто смотри, разработчиков у нас, у нас 100 человек разработчиков, и из них 2, конверсия какая? Разработчиков, это и в принципе их больше всего. Так в том-то и дело, это речь про конверсию, про шансы, речь про шансы, да, не про количество PM-ов, которые стали разработчиками, а про шансы стать PM-ом, если ты разработчик. вот о чем сейчас здесь вопрос, вот именно про шансы, понимаешь? А у кого нет шансов вообще? Вот тут, похоже, всех есть, а нет их у кого-либо. Не будем... Я чуть-чуть не ляпнул, глупость, но хорошо, что там молчат. Так, это такая опасная дорожка, не надо меня на нее, говорится, сейчас тут, сейчас у меня тут кто-то начнет хейтить, там, и так далее. Нет, шансы есть у всех, на самом деле. Еще раз, да, Андрей, я ответил на тот вопрос? Да? То есть все-таки, смотри, на 100 разработчиков, ну, 2 PM-разработчика, да, а на 30 тестировщиков, там, 3 PM-тестировки, то есть конверсия гораздо выше. Все вещи об этом. А качество? Нет, именно мы сейчас говорим о хорошем, то есть стать хорошим, эффективным. да, да, то есть, это, в принципе, если сейчас, если посчитать по головам, да, там, в целом, ну, тех PM-ов, которых я знаю, причем, хороших PM-ов, да, то, вот, вот, приблизительно, вот так вот это происходит. То есть, вот, полу-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Это же, это смысл и потерь, это мотивационный слайд. Шансы есть и по всем. Ну, не удело все. Просто не вместились, то есть, там, дальше, многое. Шансы есть у всех. Серьезно. Поехали дальше. Теперь давайте поговорим о мотивации. О мотивации PM. Значит, сначала поговорим о не, не, не денежной мотивации, а потом о ней, матушке, куда без нее. Вот. Значит, смотрите, вот с правой стороны перечислены, давайте с вами немножко поиграем, перечислены ценности. Да? Значит, это, эти ценности, это результат, это, это реально был соцопрос, грубо говоря, PM-ов. Да? Вот, 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 вот эти 10 ценностей были выбраны как топовые для, для проектного менеджера. Что для него важно? Да? Давайте с вами попытаемся проранжировать. Да? Ну, давайте начнем с денег. Они у нас, они сейчас там пока в алфавитном порядке, да, то есть... Нет? Нет? Хорошо. Кто... Давайте так, деньги на каком месте, как вы считаете? На последнем, мы же все заинтересованы. Так, на последнем, на первом. В серединочке. В серединочке, да? В серединочке, да? Ага. Фиг вам! Как вы думаете, что на первом месте? Лидерство, престиж, кто еще? Результативность. Какие еще варианты? Правильно еще не был назван. А, что? Это же на третьем месте. Взаимоотношения тоже очень важны, но они на третьем месте. Важнейший рост. Перспективы. Верно. На первом месте профессиональный рост. То есть, ну, это вот, я тут, я ни при чем, это вот как пьемы говорят. Что-что? С чем связан профессиональный рост КВН? С чем связан, еще раз, я не очень... Дополнишь. С чем связан профессиональный рост КВН? Куда расти? Куда расти? Да. Ну, хорошо. Смотри, ты начинаешь как пьем-ассистент, потом ты пьем-ментор, координатор, скром-мастер, там delivery-менеджер, тебе уже доверяют, собственно, разработку от Аду Я, потом ты delivery-менеджер на бизнес-левеле, потом ты production-менеджер, то есть product-менеджер и так далее. То есть, вот это твой профессиональный рост. То есть, на основе вы с проектом, которыми я занимаюсь, все выше и выше, правда? В том числе. Значит, деньги на первом месте. Это связанные вещи, поэтому деньги на втором месте здесь. Это связанные. На самом деле, деньги здесь занимают уста с первого по десятого, от количества этих денег. Начинается с первого. А вот вопрос был анонимным или нет? Нет. А это не в вашей компании? Это в нашей компании, да. А что там плохого? Послушайте, послушайте, но на самом-то деле, это нормально, если PM нацелен на деньги, потому что, если PM нацелен на деньги, если тем более, его мотивационная схема заточена под конкретную, ну, то есть, мотивацию компании, денежную, то есть, его результаты, результаты его проекта, финансовые, связанные, да, зависят от результатов, собственно, проектных, да, то, как бы, его стремление больше заработать автоматически приводит, ну, выгодная компания. Секундочку, цинизм называется. Да. Человек связывает только на деньги, очень быстро теряет плаянность названия. Поэтому, нет, дело в том, что профессиональный рост, на самом деле, ты прав в том смысле, что это связано с деньгами тоже, но профессиональный рост это не только про деньги. Все-таки. Нет. У нас есть PM, которые сознательно... У нас есть PM, которые сознательно отказались от мотивационной схемы, причем скилловые PM, которые сказали, что нет, давайте мне платить вот там определенную фиксированную зарплату, там не самую космическую. Да, потому что я не про деньги, мне важно другое. То есть, ну, по-разному. Ну, как бы, давайте опять ученым, как все время, да, деньги переследуются важными, только когда это начинает с зарабатывать. Достаточно зарабатывать. Нет. А что значит достаточно? Да, это достаточно, знаешь как. Ну, вот... Нет, ну, мы можем, конечно, сейчас записывать, но в принципе, в любом... Достаточно, это сколько, действительно, то есть... Нет, я, я... Я... Ребят, давайте... У меня есть предложение, у меня есть предложение, потому что... что-то прежнее, мне кажется, остается с вашими деятелями, становятся... Ну, вот вы сейчас... Вот эта тема, тема, на которую вы сейчас затронули, это очень интересная тема, она очень важная, и на самом деле довольно сложная. И здесь есть перегибы, я согласен, бывает, есть кейсы, когда... Я об этом чуть позже поговорю, когда действительно заточенность на деньги, она... Она сказывается мне очень хорошо, да, в том числе. Поэтому я предлагаю вот обсуждение, смотрю, тут у многих есть, что тут сказать, да, мы вот в неофициальной части обсудим. А сейчас нам нужно двигаться чуть дальше. Ну, Ну, есть некоторые призывки, чтобы пьему вы спрашивали, если... А есть вообще понятие? Хорошо, бывало бы, я бы на этом сего ресурс-менеджера продаю, что ты больше чем пьему зарабатываешь, не единственное. Есть чем... Как убить тебе? Если тебя такой вопрос будет, пьему больше зарабатывать, чем пьему? Опять же, если ты сравниваешь джун пьему с лид-девелопером, а если сравнивать лид-девелопера с лид-пьемом, я не знаю, я думаю, что... Скажем так, скажем так, все-таки у лид-пьема, у человека, который... которому доверяют большие проекты и большие бюджеты, у него больше шансов заработать больше, чем у лид-девелопера. У него просто больше возможностей таких. Потому что от его действия непосредственно многое зависит. И у него есть мотивационная схема, которые непосредственно ему дают такие шансы. Ну, будем честно, на выглевание денег получится, да? Ну, типа того, да. Все-таки, ну, как бы, девелопера в этом смысле больше, ну, чуть-чуть меньше, наверное, люди продеют. Все. Там, если мы, например, на первых ссылах, да, то у них деньги, ну, просто, ну, must have нужно быть на первом месте, иначе, как же еще? Теперь давайте, как вы думаете, на последнем месте, то, что у нас будет на последнем месте? Из этого. Что самое не важно? Ответственность? На самом деле, вот это, вот кто-то говорил престижен важно, а на самом деле нет, да, в смысле, ну, там, я ж пьем, это же звучит гордо. надо было анонимно проводить, ну, видимо, либо не признались, да, либо действительно для них это не очень важно, ну, потому что вот такие результаты. Ну, это же 10-е место, будет 100-е. Ну, да. 10-е из 10-ти. Ну, и дальше вот такие, это смысл цели, то есть это, это про, ну, насколько важно вообще, скажем так, понимание целей проектных, понимание целей в жизни, важно? Результативность, быть результативным. А карьера и профессиональный рост, как это вот, вот, связь прям вот... Понимаешь, связь непрямая, связь непрямая. 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 Понимаешь, карьерно, там, ты можешь быть каким-нибудь начальником, большим. Ну, как-то тебе вот, ты карьерист, тебе удалось, но при этом, ну, дуб дубом. Понимаешь? Это что, про результативность? Что? Про результативность? Может быть. Может быть. Ну, то есть, ты так себе профессионал, либо уже, потому что, там, у тебя практики давно не было, ну, либо ты и мы не был, ну, как-то тебе удалось, не знаю, там, связью тебя, что ли. То есть, карьерно, ты стоишь высоко, но, как профессионал, ты так себе. Да? И для пьемов все-таки важно быть профессионалом, чем, чем стоять где-то там, как по карьере, пока явно лезть. Управление, управление важно в том смысле, ну, я чем-то управляю, да? Это прикольно, это интересно. Ответственность, ну, и вот лидерство тоже почему-то где-то вот не так высоко. Это по поводу мотивации, не денежной. Теперь давайте про денежки чуть-чуть поговорим. Значит, мотивация пьема. Сколько же пьема зарабатывает? Сейчас. Будет фотография твоего расчетника? Нет. Конкретно свой тул или вот этот тул? Я думаю, что, вы сейчас поймете, увидев этот слайд, у вас вопрос отпадет, в принципе. Следующий. Там по фамилии список будет. Значит, прежде чем поговорить о, собственно, тех суммах, которые там могут, могут светить, да? Нужно сначала, ну, понять, что все очень сильно зависит. И вообще говоря, я уже говорил о чего, да, вначале, какие там, какие факторы на то, какую роль занимает пьем на проекте. Понятно, что чем более важная роль, тем больше этот человек будет зарабатывать. Значит, из чего состоит зарплата? То есть не зарплата, а его заработок, скажем так. Она стоит из двух частей, чаще всего. Это фиксированная зарплата и еще бонусы. И что такое бонусы? Да? И как они, как они, зачем они нужны? Да? И как они, ну, зачем они нужны? То есть это, это знаете, это вот, это как вот для сейлов, да, почему им делают, в основном, их заработок за счет продаж, да, они практически там не получают фиксированной зарплаты, потому что их надо смотивировать. Не продашь, ну, все, сиди на этом самом, сухом пайке. Продашь много, ты заработай. В этом смысле влияние проектного менеджера на, на, на то, на как долго и как много будет платить клиент, оно довольно велико. И поэтому его, наверное, нужно мотивировать вот этой вот бонусной системой. В общем-то, с большего эта система себя оправдывает, хотя есть перегим. Я о них расскажу чуть позже. Я не могу много говорить о бонусной системе, потому что, ну, коммерческая тайна. Но, что я могу сказать, что она, естественно, в Instinct Tools существует, но мы сейчас не про Instinct Tools, мы сейчас, в принципе, про PM. Важно понимать, что она зависит от нескольких компонентов и она зависит, конечно, от прибыли, от прибыльности проекта. Чем прибыльнее проект, соответственно, тем выше будет бонус за этот проект. Как конкретно он считается, это уже сейчас не суть. Важно, тут здесь я рекомендую, вот, кстати говоря, тем людям, которые вот каким-то образом здесь имеют отношение к руководству пьемами, да, ну, то есть, задуматься о том, что вообще говоря, эта штука довольно опасная и здесь нужно очень четко, то есть, балансировать. потому что если заточить пьема на деньги, на эти бонусы, он будет, он, бонус это что? Это что-то, что может быть, а чего может не быть, да? Когда человек на эти бонусы подсаживается и получает их регулярно и постоянно, то его фокус очень сильно смещается на какие-то конкретные вещи, и при этом из фокуса уходят другие важные вещи. И когда случается, что бонуса нет, например, клиент не заплатил по какой-то причине. Ну, может такое же быть, да? Ну, то есть, нет денег, нет бонуса. Это же понятно. Пьем, то есть, клиент не заплатил, потому что, не знаю, у него проблемы с финансовой службой, или он обанкротился, или еще что-то, соответственно, пьем начинает спрашивать, а где же мои деньги? Как же так? Я тут получал, а тут ну как? Подожди, ты же получал бонусы, заплата у тебя. Да. Есть такая реклама сейчас, Форекс. Да, тут есть, то есть, ну, разные практики, например, есть практика, мы подумываем к этой практике прибегнуть, практика кубика. Слышали про такую? Это когда за бонус, выплачивание бонуса, оно зло вина в регулярности этого выплачивают. Они регулярно выплачиваются, чаще, там, раз в квартал, и пьемы очень сильно ждут этого. И вот прям только об этом и думают. Так, сколько там я заработаю в этом квартале? Да? А это штука, по которой думать не надо, просто должен работать хорошо. А там уже получил бонус, отлично, не получил, ну, грустно, но ничего, получишь потом еще. правило кубика, оно такое, что, значит, раз в квартал, когда время выплачивать бонус, кидается кубик. Если выпадает число, скажем, меньше трех, ну, давайте не так, если выпадает число меньше шести, вот любое число, если шесть не выпало, бонус не выплачивается. Шестигран на кубик. Следующий квартал, опять кидаем кубик. Опять не шесть, опять не выплачиваем. Прелесть вся в том, что бонусы накапливаются. И когда кубик наконец-то выпадает, ну, шестерка выпадает, выплачивается вся та сумма, которая накопилась. Эффект, эффект, эффект положительный. Что? Если ты не висучи, не висучи, дело в том, что кубик, он для всех, то есть тут общее... Что-что? Не разу. И если ты собирался увольняться, извини, ты не дождался кубика. Да? Поэтому хочешь, хочешь, хочешь бонусы? Работай, жди, надейся. Что? Не знаю, я говорю, мы еще пока не внедрили, но подумываем об этом. Это правильно, мы сейчас не сможем. Какая там, в случае, племена, ты что не можешь шерсть выкинуть? Просто, в чем плюс? Плюс в том, что человек относится к бонусам как к чему-то такому, что может быть, а может и не быть. И это правильно. И это правильно. примерно плюс-минус составляет бонусы в общем? По-разному. 99%? Иногда бонусов нет вообще, то есть 0%, иногда 200%, 300%. первое вопрос. Почему бонусы должны получать пьер-муты? Не только? А кто сказал, что только пьемы? Ну, а если все получают бонусы, тогда это не бонусы. А не все получают бонусы? Пьемы? Ну, не только пьемы. Пьемы смело? Нет, 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 нет. Не только пьемы, но не все. Ну, в основном, скажем так, опять же, все зависит от роли. Ну, допустим, у нас как бы типичная классическая команда там. Да. Ну, прям, все как по книге. Флэвер, битвы, бригада тестеров, дебилов, проходит там пара кроек и дизайнеров. Кто из них не получит бонус? В инстинктус? Ребят, смотрите, вы меня сейчас толкаете на преступление, не надо. Значит, я не буду, ты выше, Влад, извини, но я не буду отвечать на этот вопрос. Мы по геймде идем сюда, но мы говорим о пьемах сегодня. Я только хочу сказать, что не только пьемы получают бонусы, но не все. Это не совсем, скажем так, для рядового разработчика, ну, для медлайн-разработчика это не совсем правильно, наверное. Ну, а с другой стороны, по чаще всего. Я почему завел этот разговор? Потому что, ну, в принципе, я тоже подложил к этой части, мы уже в дискуссию вступили, просто во время своего рассказа ты как раз договаривался и так, в принципе, по космосу это можно было понять, что к твоему выделяется все-таки некая особая роль. Вот. однако мы знаем массу школу, назовем так, школу менеджмента, не менеджмента, конечно. Массу школ, где, в принципе, говорится, что ПМ это такой же равноценный член команды, как И. я, когда говорил, что я выделяю эту роль, я имел в виду, что это важная роль, но я не говорю, что она важнее других. Конечно же, она не важнее других. Поэтому не только он получает бонус. А почему кто-то их не получает? Опять же, это все depends. То есть, это может быть на разных проектах по-разному, это может быть на разных клиентах по-разному. Бывает так, что клиент сам выплачивает бонус лично, из личного кармана кому-то из разработчиков, потому что он от него обалдеет. Как далее? Я ухожу в сторону. Влад меня убил в сторону. Сколько же ПМ зарабатывают? Значит, смотрите, здесь будет вилка. Да? То есть, вот приблизительно вилка заработка ПМ в зависимости от их уровня. Валюту я здесь не указываю. Догадывайтесь сами, в каких тугликах здесь это все. В какой мере есть? Ну, биткоины, может быть? Это вместе с бонусами? Это вместе с бонусами. Конечно. Все, в пользу. Вот теперь можно. Я не знаю, как это комментировать. Я знаю, в первый вопрос, вот, наверное, с бонусами звучало. Без бонусов сколько вы пришло? Без бонусов. А без бонусов ты просто убирай право участия. Без бонусов работают невовлеченные сотрудники. Такие не нужны. Правда? Все очень просто. Без бонусов ты убираешь правую часть. И у тебя получается твой минимум. А, просто поступал и ты отвечал, что там до 300%. До 300% это вот на сеньора. Смотри, да, то есть, вот они 300%. Сама вот этот размер, этот бонус, он определяется чем? Ребят, в разных компаниях по-разному. Я не могу, я не могу говорить вам, как это у нас делается, но от прибыльности проекта это сильно зависит. Но не только, но не только. А теперь, а теперь, отвечаю еще раз на этот вопрос более конкретно, это следующее вот. Смотри, что определяет размер бонуса и зарплату? Первое, это уровень компетенции, собственно, PMA. Это проектная роль, которая наполняет quality. Что такое quality? Значит, это очень сложная штука и очень комплексная. Как определить качество его работы на проекте? Тут есть много факторов, но основные показатели все-таки это фидбэк. И, то есть, фидбэк от команды, от силов, от клиентов. это фидбэк. И, в основном, от клиента и от команды, конечно, самые важные два фидбэка. В общем, ты знаешь, что ты знаешь, как это происходит? Ну, ну, то есть, я этим словом, но не совсем клиент, потому что я, команда, Team Satisfaction не менее важна, чем клиент. Как продать PMA? Это последнее. То есть, мы уже заканчиваем. Пять минут у меня есть, да? Ну, да, на самом деле, здесь в пять минут я вложусь, потому что я понятия не имею, на самом деле, потому что я никогда, ну, то есть, я не сейл, да? Не, ну, я шучу, я немножко, как бы, немножко знаю, как это делать, скажем так, я немножко где-то догадываюсь, как можно было бы это делать. И на самом деле, да, вот, на самом деле, что здесь можно отметить? Когда мы, когда ставится вопрос о продаже PMA, здесь нужно все-таки четко понимать, какую роль этот PM будет выполнять на проекте. Значит, все, что начинается с Project Mentor, по-хорошему, можно продать. Потому что даже можно увидеть заказчика в том, что Project Mentor это просто человек, который там, грубо говоря, пишет отчеты и обеспечивает работоспособность команды, которая просто вот, а вот ставлена клиенту, да, казалось бы, какой-то он, зачем-то менеджер, есть менеджер на стороне клиента. грамотно обрисовав нужность этого человека, можно это продать. Хотя бы чуть-чуть. И они всегда знают, что это будет. Кстати, хороший вопрос. Да, есть две ситуации. Я сейчас говорил о ситуации, когда мы работаем по Time and Material и клиент платит за голову. В этом смысле ты не спрячешь, если у тебя все проданы full-time, ты не заберешь 110% разработчика, правильно? Поэтому здесь это не спрячешь, естественно, нужно это оговаривать. Но послушай, ты же меня знаешь, я же трачу час в день на этот проект. Почему я не должен за это получать деньги? Почему бесплатно, да? А заказчик, когда ты в курсе, что ты в курсе, ну да? Конечно. Естественно. А как, если я не знаком с заказчиком, ну то есть, как я могу обеспечивать вот это менторство, естественно. Менторство в том числе означает и то есть эффективную коммуникацию, обеспечить, обеспечение эффективной коммуникации, и понимание ожиданий заказчиков. Это одна из основных элементов. Чтобы вы эти самые, Вася, Петя, Коля, вы точно поняли, что надо делать на эту неделю? Это первый момент. То есть роль, которая... А, ну тут два случая. Второй случай, когда это фикс-прайс проект, в принципе, нам дают требования, и мы просто говорим, это будет стоить столько-то. Здесь, конечно говоря, им не важно на самом деле. Важно только тогда, когда появляются какие-то доработки, и ты их дооцениваешь, и говоришь, ну вот на эту доработку я потратил там на коммуникацию с тобой два дня. Будь добр, заплатим. Да? То есть первое, роль, которую занимает проектный менеджер на проекте. От этого зависит, как сложно это продать, и на сколько это продать. А теперь второй вопрос очень важный. А сколько? Вот есть, например, у меня команда из десяти человек. А сколько времени, скажем, значит, ежедневная нагрузка, пьема, нужно отлачивать? Фулл-тайм, 50%, 25%, сколько? На самом деле, очень хорошо, в принципе, работает, она себя очень хорошо показывает из опыта, да? Формула такая. Ты просто берешь количество дней всех, за месяц, именно за месяц, всех разработчиков и берешь 10%. То есть суммируешь, если 10 разработчиков, соответственно, у тебя там 200 человекодней, да? Соответственно, это фулл-тайм. Если у тебя 5 разработчиков, то это получается 100 человекодней приблизительно, там, в среднем в месяц, соответственно, это 50%, потому что это 10 дней получается, да, 10%. И в принципе, ну, понятно, что это не точно, это плюс-минус, это depends, но в среднем эта формула, она хорошо себя показывает, что вот считайте от девелопмента, сколько нужно девелопмента, хотя понятно, что есть, там, у тебя 3 разработчика, но у тебя столько там коммуникаций с клиентом, у тебя столько нужно работать с требованиями и так далее, там нет аналитика, например, и тебе приходится там еще пересиживать, но в среднем это как-то так, это доставивающаяся информация, что вот, да, а сколько пьеринга нужно продать клиенту, и ему это зайдет, ну, вот 10% в среднем от разработки, иногда больше, иногда меньше. Я все.